Чат-боты, на самом деле, это не какая-то суперновинка, они были очень давно, просто, скажем так, они стали взлетать в последнее время, модное ныне слово «хайп», и человечество стало немножко кайповать. Чат-боты исторически откуда они пошли, то есть если мы, допустим, как в нем историю, скажем так, как операционных систем, там MCDOS, все помнят, командная строка, то, в принципе, те же самые чат-боты, они были на уровне элементарном, то есть люди общались с компьютером, как? Люди, естественно, думали, как же мне общаться с компьютером, то есть понятно, что вначале придумывали какие-то кнопки, которые там, условно, Enter, Escape и прочее, то есть даже без букв, потом поняли, что можно научить машину каким-то образом переписываться, и таким образом, по сути, операционные системы, такие как MCDOS и аналоги, и, в принципе, до сих пор Unix-системы, которые управляются командной строки, точно так же работают, точно так же печатать им команды, по большей части, вот. Это самое простейшее, лимитированное взаимодействие, которое очень хорошо вложится на наше с вами восприятие, то есть, в принципе, человек устроен так, что он одинаково хорошо как визуально воспринимает информацию, так и текстом. В этом плане компьютер, когда мы с ним общаемся текстом, мы его, как бы, олицетворяем как нашего собеседника, и он очень хорошо отзаркаливается у нас, как бы, ну, в нашем воображении, то есть мы его ставим на равных немножко, как бы, как с обычным человеком, со своим другом. Именно поэтому, возможно, эта технология стала взлетать. Почему она стала взлетать только сейчас, большой вопрос, я вам на него, думаю, даже не отвечу. Наверное, просто современные какие-то технологии, они сделали возможным объединение, некую такую синергию, ряда технологий в одну, и, таким образом, чат-боты стали чуть интереснее, чем командная строка MSEDOS. Командная строка, видимо, не так много народу заинтересовала, а современные чат-боты стали больше интереснее, они стали более попсовые, скажем так. То есть, командная строка, она не могла вам ответить Сирии, какое расстояние от земли думы, да, в принципе, популярные чат-боты, они могут там много начать, вот, есть прогноз погоды, да, и т.д. Пока я сидел, слушал лекцию Юрия Борисовича, у меня пришло порядка, наверное, 12 сообщений от моих чат-ботов, не то, что, когда там их целый парк или ферма, да, в подвале где-то, я их держу на цепях такой, нет, у меня просто, ну, различного рода уведомления подключены, я думаю, что на самом деле большинство из вас тоже на каких-то плотах подписаны, возможно, они не так часто вам присылают уведомления, но, по крайней мере, может, кому-то они помогают правильно одеться, там, портел спокойно, скидут эти новости, там, наш медиапоток сейчас активно, у меня друг Женя Горников организовал мне данный чат-боты канал. Что же такое чат-боты и чем их едят? Моя презентация построена немножко на такую кулинарную тему, то есть как правильно их готовить. Презентацию сразу скажу, мне помогал мой сотрудник Сергей Порядин, я ее сделал, я ее немножко модифицировал, сделал там шлиф покрупнее, условно, вот, но я постараюсь больше говорить и, чтобы вы меньше читали, а больше слушали, и постараюсь отвести больше времени для вопросов. Самый первый принцип вообще у чат-ботов такой, что их пока что не стоит слишком воспринимать как адекватных собеседников, которые, там, могут ответить вам на все вопросы. Наоборот, чем больше сам бот сразу же человеку скажет, что вот я тупой бот, не стоит мне там писать какие-то вещи, которые я не понимаю, а вот на тебе как телеграме, кнопочки, да, ты можешь кнопочками ответить, в принципе, какие-то варианты команды, тем, на самом деле, для человека будет проще. То есть человеку не надо думать, он просто нажал на какую-то кнопочку, да, или кнопочку нет, в принципе, или отправил какую-то команду, которая из набора команд, в принципе, бот его понял, и все нормально. Понятно, что сейчас с развитием нейросетей, там, пытаются прикручивать, сделать виртуальных собеседников каких-то, да, и очень даже успешно, все знают, что проводятся наши соревнования какие-то, и на этих соревнованиях как больше экспертная комиссия, какого чат-бота не распознает, что это чат-бот, подумает, что это живой человек. То есть, ну, такие случаи как-то есть, и, в принципе, нейросети, ну, через многому, они могут вполне уверенно отвечать на многие вопросы. Но это, на самом деле, такой очень узкий спектр, и современные чат-боты, они с нейросетями, конечно, не очень сильно дружат, и не очень много чего умеют. Вот давайте рассмотрим, что же они, собственно, умеют. Вообще, для чего чат-боты нужны бизнесы? В первую очередь, понятное дело, что чат-ботов многие пишут там, джат-фор-панк, ну, такое слово, да, типа джилдовольствия, хобби и прочее, вот, но, естественно, все-таки индустрию двигает бизнес, и, разумеется, бизнесу, в первую очередь, назначат боты. Для чего? Потому что они позволяют экономить деньги. В принципе, бизнес-сообщество один раз положилось какого-то конкретного бота, который что-то умеет, что он может уметь, мы рассмотрим позже. Вот, один раз положилось, и, в принципе, как бы его хлебом не кормили, он работает, отвечает на вопросы пользователей, приносит какую-то прибыль компании. Это, естественно, для любого предпринимателя это большой плюс, потому что это разовое вложение, не нужно платить там социальные налоги, зарплату больничную и много чего еще. Вот, и, в принципе, такие вещи, что он никогда не устает, и такие вещи, что достаточно стандартизирован, по большей части, потому что человек не столько стандартизирован, все мы знаем такую популярную фразу в человеческий фактор. То есть, допустим, если мы рассмотрим какой-то виртуальный отдел технической поддержки, то, понятное дело, что клиент может написать одному сотруднику, а сотрудник не в настроении, у него там сегодня не кошка сдохла, да, и он, короче, очень там невежливо сговаривает. Понятное дело, что можно взять другой сотруднице, которая, наоборот, окажется там 8 марта все дела, там, ей подарили хорошие букеты, она прям ко всем сегодня с позитивом идет на встречу. Вот, и поэтому есть человеческий фактор, у чат-ботов его не будет, потому что чат-бот, в принципе, со всеми одинаково, согласно стандартам, заложенным на уходе, будет общаться. Какие еще фишки у чат-ботов могут быть интересны бизнесу и не только бизнесу? Например, боты, которые популярны сейчас в социальных сетях, то есть ВКонтакте, Фейсбук. Ну, ВКонтакте он, на самом деле, более сейчас популярен, но, в принципе, даже, я думаю, что посоревнуются еще с Телеграмом, особенно, когда они кропошки, не верят, как в Телеграме. Он позволяет в социальных сетях, на самом деле, вытягивать информацию о человеке по API, то есть по возрасту, там, аватарку его и прочее. То есть какие-то выводы можно делать, подстраиваться от человека. По крайней мере, написать ему, когда ты ему пишешь «Привет», он может написать тебе, там, «Роман, привет», или, там, «Роман, вам уже, там, 30 лет», и, типа, «Ваш прогноз». Допустим, такой-то, такой-то. Мы писали астрологического бота, который реально анализировал информацию, о, там, кармическом предназначении и прочем. Ну, как бы, я в эти нюансы не убивался, я просто, как бы, запрограммировал мне какую-то основу, а уже астрологи, там, дальше потрудились, заполнили в одном из них все эти параметры, и бот что-то там отвечал. Очень забавно было. Мы всем отделом потом тестировали, очень интересно узнать свою кармическую задачу. Вот. Ну, по соцсетям понятно, что соцсети и боты, они очень хорошо дружат, именно потому, что можно о человеке подчеркнуть, не спрашивая его явно об этом. К примеру, если это в Телеграме дело будет обстоять, то Телеграм, и нужно будет спросить, «Чувак, как тебя зовут?», «Как могу у тебя обращаться?», или, там, «Сколько тебе лет?», ВКонтакте это все можно автоматически получить, ну, разумеется, если это не закрыто настройками приватности странички. Ну, по большей части, что-то может быть. Какие кейсы применения, да, попробуем рассмотреть на конкретных примерах. То есть бот-секретарь, который может каким-то образом распределять входящий поток трафика, гидов, посетителей, там, респондентов на каких-либо специалистов, то есть сказать, что вот этот человек, который пишет, его можно к одному специалисту, а другому нужно к другому специалисту. Точно так же бот-секретарь располагает временем информации о записи к каждому конкретному, допустим, сотруднику, он может проконсультировать клиента, что там, «Вы записаны на такую-то дату, вы можете там подойти». То есть, в принципе, он владеет расписанием, какой-то тайм-менеджмент может осуществлять. В зависимости. Осторожно. Потому что тут бутылки не раскрылись. То есть бот-секретарь может располагать какой-то временной информацией и организовывать рабочее время тех, кто уже работает с людьми далее. Дальше. Бот техподдержки. Похожая ситуация на бот-секретарь, но здесь, как правило, если бот-секретарь распределяется каким-то специалистом, то сотрудник техподдержки, как правило, он среднестатистический, и он, как правило, один. То есть вопрос бота заключается здесь в том, чтобы попытаться диагностировать проблему и без участия человека каким-то образом оказать техконсультацию здесь и сейчас. Потому что ни для кого из вас не секрет. Если у вас проблема, вы пишете куда-то в ваш чат-боту, либо на почту техподдержку, и вам очень важно получить ответ сразу же. Если вы получаете ответ, допустим, через день, то, возможно, вам будет гибать неактуален для вас, и вы уже нашли там какое-то свое решение, либо вы просто уже к этому времени будете очень злые, потому что у вас там ваш сайт не работал, или еще что-то случилось. Ну, то же самое, как если скорая помощь вам приедет, в следующий день вам уже не будет приятно. В Австралии такое бывает, поэтому они там в самолетах летают. Поэтому под техподдержкой решают такую задачу глупальную, как поддержка лояльности клиента в связи с тем, что он достаточно быстро может его вопрос решить. А если не может, то сейчас наиболее популярны такие системы, которые уже вопросы, с которыми не справился бот, адресуются уже живому человеку, и он уже пытается разобраться, что же там случилось. Кример крайней инсталляции, который намекал в этом банк открытия, он внедрял как раз систему, где не совсем бот, но тоже типа искусственного интеллекта, подсказывала сотрудникам техподдержки, как им правильно ответить тому или иному клиенту. Я думаю, что они делают это не просто так, они сейчас наберут какую-то базу, и потом, возможно, уже без участия человека этот процесс будет преобладать. То есть, в принципе, у человека зажигались какие-то волшебные кнопочки, что ответить так, ответить так, или ответить так. И вот подсказывал, на какую кнопочку правильнее будет нажать. Человек уже все-таки финальное решение принимал, либо соглашался с этим, либо не соглашался. Колл-центр тоже похоже на техподдержку, но техподдержка все-таки связана, наверное, именно с какими-то техническими вопросами, с проблемами. Колл-центр может быть связан с обычными бытовыми проблемами, то есть, и не только проблемами, в принципе, это можно получить какую-либо просто справку, то есть, ну, более абсолютно вещь по сравнению с техподдержкой. Здесь очень много мелкого шрифта, я даже не стал поправить, но просто примеры, каких еще сфер могут затронуть боты. Это медицинская сфера, запись к врачу, к примеру, какие-то салоны красоты, банк, интернет-магазин. То есть, на самом деле, функционал ботов уже на данный момент, он позволяет многие задачи решать и заменять обычные сайты, нам привычные, на обычного чат-бота. То есть, заказать какую-то пиццу без проблем, заказать такси тоже, в принципе, я думаю, без проблем, там, не знаю, снять квартиру тоже, в принципе, все вот эти вещи, они очень даже неплохо могут быть реализованы на чат-ботах вот у вас в сроках реализации. То есть, кому когда придет эта идея, и кто когда, ну, когда в него вложится, и будет поднимать ее. То есть, сейчас очень много, на самом деле, большой пестрый парк чат-ботов, и каждый идет своим путем, но, как и обычно бывает, то есть, какие-то вещи, они останутся и станут мейнстримом, то есть, они будут, или будут пользоваться большая часть народа, да, какие-то осеются и выставили. Что там еще? Ну, какие-то еще вот кейсы, да, банк, там, юрист. Кстати, по юристам тоже был интересный проект, то есть, мы хотели, заказчик хотели собрать юрист-консультов по разным тематикам, адвокатов и прочих представителей, и юридической сферы для грамотного консультирования клиентов. И тоже можно было, в принципе, задать свой вопрос боту, и он, во-первых, подбирал специалистов, и чего, который мог, в принципе, на эту тему ответить, согласно тематике, потому что, ну, у каждого свой профиль, ты уж сами понимаешь, то есть, у каких-то юристов у них специализация на автомобильных спорах, у каких-то там на семейных спорах и так далее. То есть, в принципе, бот мог подобрать специалистов нужного уровня, нужной ценовой категории, и тот уже отвечал. Чатбот просто передавал клиенту ответ на его вопрос в консультацию. Где питают боты? Давайте поговорим о платформах. То есть, это может быть вообще виджет на вашем сайте, но он не так популярен, на самом деле. Но, тем не менее, сейчас тоже в этом направлении ведутся работы, и вот у нас есть OpenAI, такая вот компания, которая сейчас... Раньше у них был ресурс imai.ru, можно, кто-то не знает, там можно было создавать инфов, такие персонажи, короче, которые можно было обучать там, и что-то в мозги вкладывать, они потом могли общаться с людьми. То есть, такая простенькая нейросетка. Вот, и как раз вот так вот они сейчас этот сайт будут закрывать, будут открывать вот этот представитель бизнеса, у них как раз будет такая фишка, как онлайн-консультант для сайта, встраиваемый, в котором будет уже, или нет, искусственный интеллект, для волевого идея. То есть, никаких чатботов. В Телеграйне, само понятно, да, в Вайпере, в соцсетях ВКонтакте, Facebook, ну и, в принципе, можно дальше продолжать писать, потому что те же самые там MCDOS, о которых я и говорил, и Unix-системы, да. То есть, в принципе, какие-то операционные системы до сих пор очень активно используют не голосовые, а текстовые команды. Вот. В принципе, тоже как вариант. Ну, и финишный слайд в моей презентации. То, что, несмотря на развитие чатботов, все-таки люди должны работать, работать головой, правильно? Создавать еще более крутых чатботов. Ну, и хотелось бы, наверное, посвятить побольше времени ответам на ваши вопросы. Если вам интересно, могу рассказать парочку прям реальных кейсов, которые мы делали на чатботах. Да. Ну, давайте тогда продолжим. Самый, наверное, такой выстреливший проект, который делал практически… Ну, вначале я в одиночку, а потом мы стали переделать уже командой на базе нашего коворкинга. В принципе, придумали бота, который размещает посты в соцсетях и оплачивает денежку человеку на телефон. То есть, он приходит человеку задание – размести пост, он его размещает, и ему приходит денежку на телефон. Идея стала очень быстро распространяться вирусно. То есть, партнерская программа там стала стрелять. И, общем, мы там просто банально предмет, чтобы в июне там у нас начало июня было 300 исполнителей Криш-Королева, потом это наши друзья, которых мы там… Протестируй, пожалуйста, нашего года. Вот мы сейчас пилим эту идею. Он такой, ну, ладно, так и будет протестирует. В начале июня, да, это 300 человек. Конец июня – это, короче, 6 или 6 500 тысяч по всей России и исполнителей. Потому что, ну, как бы, халяву любят все, и, понятное дело, получить денежку на телефон – какая-то приятная мелочь. Ну, и кроме того, он там, за регистрацию своего друга там, 10 рублей платил, как PayPal в свое время. PayPal тоже очень много денег просрал в свое время на то, что платил денежки за регистрацию счета от друга. Ну, и партнер, как живут все, все сервисы на них выстреливают. Вот пример чат-бота. Он у нас тупой, он нас ничего не понимает. Был смешной момент. Коллега у меня по работе написал ответ боту. А, он ему писал предложение, типа, разместить задание за полтора ноября. Ну, у человека такой статус, у него там, своя IT-компания, он, как бы, говорит, что «я так дешево не продаюсь», отвечает ему. А бот в ответ у него просто, если он не распознает команду, он ему, как бы, обрезает текст, потому что иногда пишут там целые толмуты, там, 10 абзацев текста. Вот он просто обрезает текст и говорит «команда такая-то не распознано». И получилось так, что бота ему отвечает «команда «я так дешево» не распознано». Вот. И, как бы, человек, ну, а Филин такой говорит, типа, «я так дешево», типа, «ты задание такое предлагаешь». Ну, в общем, мы подравим уже эта ситуация. Еще были забавные ситуации, не связанные с этим проектом уже, когда мы пробовали прикручивать нейросетку как раз от вот этого ресурса IEI.ru, пробовали прикручивать эту нейросеть на своих ботов. Они у нас общались тоже с клиентами, тоже там думали их на техподдержку организовать, но иногда очень смешные диалоги получались, потому что мы подключаем не своих инфов вот с этого ресурса, а уже каких-то прокачанных инфов, и кто знает, кто что в них заложил. Ну, то есть там какие-то, не знаю, достаточно молодые парни, молодые девушки обучают этих инфов, они там всякую фигню им пишут, соответственно, учет полиции у этих инфов в их нейросетях – это жесть. И там получалось так, что, допустим, человек общается вроде привет, привет, на стандартные вопросы, все нормально, не просекает, что с ним общается нейросеть. Но в какой-то момент времени просто ему нейросеть это пишет, типа, «а я сегодня узнал слово «рой муж». Человек теряет, такой, ну, и что?» Они на себе говорят, и все. Ну, когда читали эти телеписки, честно, мы смеялись за слез, вот сейчас уже просто, которые рассказывают, как бы хватает только на улыбку, вот всегда мы реально просто животы надорвали. И там вот в таком духе много чего было, много забавных фраз. Потом под чат-ботом, ну, ребята у меня знакомые не сами, а писали аналог Тиндера. Тиндер, я думаю, все знаете, это такая, короче, служба знакомств, где можно фотографии влево – нравится, фотографии не нравятся, фотографии вправо – нравится. И как-то люди находят друг друга, типа, если друг другу понравились, то открывается чат для общения. Вот аналог Тиндер-бота писали для Телеграма. В Телеграме тоже достаточно хорошо все это ложится, так как там есть кнопочка, можно сделать кнопочка нравится, кнопочка не нравится. Вот, и в Телеграме еще что удобно, там получается приватная информация не светится, то есть там, когда сводили двух этих собеседников, то по сути они видели только их никнеймы друг друга, а живых номеров телефонов как бы не было. В принципе, для службы знакомств так нормально ложилось на Телеграм все это дело. Вот, в принципе, из каких-то интересных еще кейсов, как жат-ботом, ну, часто их используют для рассылок, то есть, стоит отдавать себе отчет, что вообще большую площадь ботов на данный момент их используют маркетологи, и используют их в основном для того, чтобы можно было людям рассылать информацию, там, о каких-то рекламных акциях и прочего. Очень много сейчас заказов на вам обращается, как у нас, как бы, мы сейчас назвали эту фабрику ботов, не будем пиарить за соту, ну, как бы, пытаемся сделать конструктор для всей России, вот, чтобы можно было самому каждому вечером в досуге собрать седу ботов. Как бы прикольно, интересно, ну, у нас там планируется сделать что-то типа магазина готовых ботов, то есть, можно, в принципе, пришел человек, он занимается, допустим, пластиками, но ему интересно, чтобы у него был на сайте ботов. Но у него просто нет времени писать этого бота, поэтому он просто приходит на сайт, заходит в магазин, что-то типа Play Market для Android или, там, как он называется, в яблоках-то. Да, App Store вывезел из него, вот. То есть, что-то типа App Store или Play Market, только по ботам, то он зашел, смотрит, о, бот для пластиковых окон, там, 199 рублей, только сегодня вот и портфель, да, скачивает, вот полная фигня, но он может его кастомизировать, если, допустим, он, там, пытался продать окна за 100 рублей, просто в параметрах пишет, что моё окно будет стоять 9000, как-то и все. Ну, и вот вполне нормально работает, там, спрашивает, какая нам нужна фурнитура деревянная или пластиковая. То есть, вот в этом вся задумка, в этом вся идея, и я уверен, что со временем эта технология станет еще более доступной. Сейчас уже эту тему можно написать на очень большом количестве языков. люди пишут их, там, на сишанте, на питоне, на пхп, на джавоскрипте. То есть, ну, степь языков, на котором пишутся, он огромен, потому что тот же самый телеграмм можно подключить к чему угодно. То есть, можно подключить, даже не нужна. Обычно в вашем компьютер, который просто будет круглосуточно включен, пока он включен, там, на нем будет крутиться этот чатбор. Язык программирования, это как-то уже вторичное. То есть, если это будет конструктор в виде пазла какого-то, да, я не буду сила собирать. Никто же не знает, что там сзади. То есть, вы пишите фото, он что-то отвечает, а что там вообще, на чем, на каких шестереночках это работает, конечно. Спасибо. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ